Идём, я только свет выключу, чтобы твоей маме было некомфортно читать. Включи, пожалуйста, снова, чтобы я могла читать. Тебя надо сама включить, я пошёл гулять. Ребят, если честно, я устал. Я хочу чего-нибудь качественного, чего-нибудь эпичного и с глубоким сюжетом. Ты сказал глубокий сюжет? Да. А кто это? Тебе нужна эпичная и экшоновая игра? О май гад, да! Да, с очень положительными отзывами. Да, 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 это то, что мне нужно. Представляю тебе. Мой друг Свинка Пеппа. Что это за хуйня? И да, вы правильно поняли. Сегодня будем играть в Свинку Пеппу, потому что я не нашёл в Стиме ничего более качественного. И мы даже можем создать здесь своего персонажа. Так, хорошо, давайте мы кого-нибудь себе насоздаём. Я думал, это какой-то анекдот, но нет. Там есть даже какие-то звуки. Музыку мне, к сожалению, пришлось заменить, потому что в этой игре музыка с авторскими правами разработчики. Вы чем думали, когда её вставляли? Я хочу быть мальчуганом вот таким вот. Оно со мной разговаривает. Я хочу слушать его. Это же тот самый дядька, который озвучивает Свинку Пеппу. Так, какой цвет одежды у нас будет? Я хочу, конечно же, оранжевый. Выбери животное, которым хочешь быть. Я хочу быть лисой, а как же иначе? Или свиньёй? Если я буду свиньёй, то я точно подружусь со Свинкой Пеппой. Но нет, я буду лисой. Какого цвета ты хочешь быть? Я хочу быть оранжевым, как лиса. Тут нет оранжевого. Тут есть белый, какой-то непонятно телесный. И ещё два цвета, которые мне вообще не нравятся. Ладно, пусть будет что-то отдалённо похожее на оранжевый. Конечно, хочу носить очки вот такие вот с сердечками. Конечно, я хочу надеть шляпу. Правда, шляпы у меня здесь нигде нету. Но у меня наушники есть. Они будут вместо шляпы. И мне нужна элегантная шляпа. Вот может быть что-то вот такое, вот вы подумаете. Но нет. В качестве элегантной шляпы я выберу вот эту шляпу. Ну, а если нет? Понял, хорошо. Нажимаем да. И поехали. И я ждал этого всю свою жизнь. Охренеть. Я не сомневаюсь. Давай прогуляемся, конечно. Какой джойстик? Ты что, дурак что ли? У меня клавиатура тут. Нету джойстика у меня. И то это не джойстик. Это геймпад. Джойстик это в самолётах. И ладно, погнали. И он мне соврал. Не в АСД, только А и Д. Я не могу вперёд и назад ходить. И тут такая забавная анимация ходьбы. Такой красивый цветок. Подойди к нему поближе. Хорошо, я подойду к нему поближе. Нажми кнопку, чтобы прикоснуться к нему. Нажимай её, когда она будет на экране. Хорошо, понял. Принял тебя, дедуля. Мы посадили бабочку на себя. Какая милая всё-таки игра. Знаете, мне чем-то это напоминает соус парк. Бабочка улетает. За ней. О, нет. Где же бабочка? Забор преградил дорогу. Какой кошмар. Той же самой кнопкой можно открыть ворота. Фух, слава богу. А то я уже обосраться успел. Нужно отодвинуть с дороги предметы. Да ты что? Так. Не забудь использовать эту кролику. Когда она появляется на экране. Хорошо, спасибо, что напомнил, дед. Охренеть, что? Вот это да, вот это поворот. Кролик. О, привет. Добро пожаловать в город. Привет. Где ты идёшь, малыш? Я иду домой. Чтобы поговорить с мамой крольчихой, подойди к нему и нажми кнопку действия. Окей, понял, принял. Ну, давай поговорим с мамой крольчихой или не будем с ней разговаривать. Лучше окунемся в грязь. Вот это кайф. Вот где? Я могу прыгать в грязи. А вот теперь мы пойдем к маме крольчихе. Вот это кайф. Почему у меня голос такой страшный? Такой. Ладно, привет, мамуля. Да. Она вон там, на холме. Спасибо за помощь. Должна идти и скоро будешь там. Пока. Тут настолько тупые диалоги, что это смешно. Ты умеешь передвигаться по городу свинки-попа. Охренеть. Продолжай идти дальше, и ты со всеми познакомишься. Спасибо. А как я хожу против всех законов физики? Нормальное здесь хождение. Видимо, гравитация крайне сильна здесь. Ну, погнали к свинке-пепе. Я почему-то думал, что мы будем играть за свинку-пепу местами. Но нет, мы не играем за свинку-пепу. Это странно. Моя подруга свинка-пепа. А почему это так громко было? Я оглох. Ладненько. Новый друг пришел навестить пепу. Как интересно. Ой, кто же это? Это же я. У меня даже имени нет. Это шизофрения. У нее рот не открывается по тексту. Это крипово. Я вот, если честно, миллион лет не открывал свинку-пепу. Вот она реально вот настолько тупая. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь в комменты. И, ребятки, давайте пройдем эту игру полностью. Да если мы соберем под этим роликом 5 или вот желательно побольше тысяч лайков, то я выпущу продолжение. Мне не лень. Мы пройдем это говно. Так, что это у нас такое? Я могу стырить одежду? Пойдем? Да пойдем. Подожди, дай-ка я поизучаю тут все. Я не хочу идти наверх. Я пойду на кухню что-нибудь стащу. Это мой папа. Батяня. Давай поздороваемся с ним. Мы же хотели идти играть наверх, разве нет? Я пока что в мусорке покопаюсь, а ты пока поздоровайся с Батяней. Ой, Батяня схватился за нож. Понял, Батяня. Намек понятен. Иду здороваться. Привет, Батяня. Вижу у тебя новый друг. Да, это шизофреник местный. А со мной позднакомиться, там сказать привет. Еще раз здравствуйте. Как вам? Весело? Да, пипец как весело. Особенно разговаривать с тобой. Ты такой оригинальный Батя, но хотя у тебя нож, не буду я на тебя наезжать. Могу я салат стырить? Нет, не могу. Ну тогда я залезу в ваш холодильник. Да не пойдем, подожди, мне нужно залезть в холодильник. Хочешь помочь? Да, конечно. Отлично. У меня есть и для тебя задание. Какое же удивление, Батяня. Давай ты перемешаешь то, что в миске. Давай, я перемешаю то, что в миске. Поехали. Ого, однокнопочный геймплей. Еще и лаганный какой-то. 10 из 10. Не зря у этой игры положительные отзывы. Мы сделаем из этих овощей чудесный салат. Замечательно. Надеюсь, ты поделишься. Иначе я залезу к вам в холодильник. И мама там читает что-то невероятное. Она только что сидела такая. В смысле? Не понял. Тут даже какие-то неожиданные ивенты есть. Моего динозавра. Динозавра. Да что с динозавром? Что случилось, Джордж? Ты потерял мистера динозавра. Опять? Как ты сдолбал? Он где-то рядом. Может, ты оставил его снаружи? Да, иди, пожалуй, пари на улице. Нужна твоя помощь, чтобы найти мистера динозавра. Он явно где-то по-близости. Он, наверное, на втором этаже. Мы отличные искатели. Да, особенно я. Так, ну для начала я посмотрю на твою рыбку. Иди за мной. Не, отстань. Мистер Картошка. Теперь это мой дом. Как тебе мистер Картошка? Вэппе нравится. Мистер Картошка? Я люблю мистера Картошка. Особенно, когда его пожарили с лучком. Мистер Картошка идеален в таком состоянии. Так, я могу еще присесть и посмотреть на мистера Картошка. Так вот откуда все мои тиммейты в играх. Они из картофельного города. И у них есть батя, Супер Картошка. Ха, класс. Идем сюда. Идем. Я только свет выключу, чтобы твоей маме было некомфортно читать. Включи, пожалуйста, снова, чтобы я могла читать. Тебе надо сама включить. Я пошел гулять. Ха-ха. А если я зайду обратно? Иди за мной. Свет будет выключен? Прикол. Ладно, мы всех потроллили. Идем сюда. На улицу мы пока не пойдем. Пойдем наверх, изучим ее дом до конца. И мне реально это напоминает Саулс Парк. Только здесь шутки придумываете вы, а не игра. Иди за мной. Нет, это ты за мной пойдешь. И вот в игрушках нет динозавра. Идем сюда. Идем сюда. Куда? Я не понимаю, куда ты меня ведешь. Какой страшный кот. Вы посмотрите на этого кота. Не-не-не-не-не. У вас тут с головой проблема. Вам нужно обратиться к детскому психологу. Глобус я подергаю. Мне тоже желательно обратиться к нему. Да ты меня задал, баба. Ты можешь потерпеть пять минут. Новая шляпа. Идем сюда. Верните мне старую шляпу. Что? Я не хочу тут в ролевые игры играть. Верните мне мой костюм. А! Что за кринж? Ладно, мне это нравится. Я буду теперь бегать вот так вот. Вот это кайф. Ладно, пойдем искать мистера динозаврика. Надеюсь, Джордж нас уже ждет. Все, погнали. Погнали. Так, где же динозаврик? Как ты его закинул туда? Дебила, кусок. Как? Ты крошечный. Ты метр с кепкой. Как? И как же мы его спустим? Блин, ну придется батю звать. Но батя с ножом, и у него, кажется, плохое настроение. Я бы не стал трогать батю. Ну ты хоть попробуй его потрясти, чтобы говорить, что бесполезно. Бесполезно тебя слушать. Ты не вносишь никакого конструктива. Идем опять домой. Ой, о, точила. Мы что, можем свалить куда-то? Прикол. Просто забили на динозавра и поехали в город. Десять из десяти. Привет, мистер Бэн. Что здесь происходит? Привет, семья. Привет, дети. А дети к семье не относятся, да? Мы ремонтируем эту дорогу. Если они сейчас скажут, ну ладно, поехали домой, то это будет такой кик. Что случилось со старой дорогой? Из-за корней образовались неровности, из-за которых тут ездить опасно. Не волнуй. Выездить на дорогу. Это плохая идея. Он собирается вывести нас куда-то в лес. А дальше начнется хоррор с винка Пеппа точкой EXE. Спасибо, что чините дорогу. Особенно спасибо носорогу. Ладно, поехали дальше. А как насчет динозаврика? Я... Я не достал его. Ладно, игровая группа. Забили просто на Джорджа. Видимо, его никто не любит. Игровая группа. Да я умею читать. Я не целевая аудитория твоей игры. Все нормально. Я могу сам читать. Это игровая группа. Да я понял! Что такое? Здесь можно учиться играть с Пеппой и ее друзьями. Окей, поехали. Ща поиграем. О, мне вернули мой костюм. Ну-ка, погнали. Вау! Здесь мы будем изучать матешу и русский. Точнее, английский, скорее всего. Потому что перевода здесь не будет. Так, что это такое? Дуделка. Подудим. Ну, дуди. Блин, ну да, мистера дудца, конечно, еще очень далеко. И вот здесь нет кнопки выхода. Если вы на что-то нажали, вы должны несколько раз повзаимодействовать с этим, чтобы персонаж перестал заниматься этой ересью. И чем занимается чувак справа? Он просто гладит мячик? Э, хватит его так обильно натирать! Что ты делаешь? Это у тебя антистресс такой? Я бы с тобой пообщался, но почему-то моему персонажу очень нравятся глобусы. А вот разговаривать ему не нравится. Да, очень смешно с Винкой Пеппой. И пообщаться с гребаным жирафом я не могу. А что я вообще могу сделать? О, порисовать! Так, а почему вы мне не даете порисовать? Что это мы рисуем? Ну-ка. Милый цветочек! Ой, какая милота! Он будет хорошо смотреться у Пеппы! В смысле у Пеппы? Это мой цветочек! Я своей маме его подарить хотел! Чё вы так сильно любите эту Пеппу? Знаете что? Я нарисую второй цветочек для своей... Мама, нет, что это такое? Это радуга? Это радуга. Вот это я точно подарю своей маме. Понятно тебе? Не отнимешь ты у меня мой второй... Он будет хорошо смотреться у Пеппы! Ладно, хорошо, парочку рисунков я ей дам. Но третий рисунок я подарю своей семье, понятно тебе? Вот там будет звездное небо, там будет... Что это? Дед Мороз? А, там будет космический корабль в космосе. И он будет... Он будет хорошо смотреться у Пеппы! Пошла отсюда! Чем еще я могу здесь заняться? Поиграть в кубики. Потрясающе. Здесь есть мини-игры, где более одной кнопки нужно нажимать. Эй, хочу поиграть в кубики. Опачки. Три, два, один! Великолепно! Теперь идем от большого к малому. Ну просто с другой стороны перерасположить и все. Изи. Нет, ты что, дурак что ли? Нет. И причем это он сам делает. Я просто нажимаю на пробел. Однокнопочная игра. Это такой бред. Я как будто смотрю мультик, в котором меня заставляют время от времени просыпаться и тыкать на кнопки. Один, два, три! Идем от малого к большому. Очень хорошо. Там у дамочки справа проблема. Она вообще не понимает, что происходит у нее. Там и буквы, и цифры уже перемешались. Возможно, она не знает, что два это цифра. Учитель, тебе стоило бы обратить на нее внимание. О, игра началась какая-то. Дети, сегодня особенный день. Вы знаете, что за день? Сегодня, по идее, вторник. Нет, не день рождения, Дэнни. Нет. Кто-нибудь хочет угадать? Не понял. Вторник. Че молчишь? Правильно. Сегодня день спорта. Как? Кто? Никто ничего не говорил. У тебя что, шизофрения что ли? Ты больная на голову? Смените мне преподавателя. Этот меня пугает. Она слышит голоса, которых нет. Каждый должен заниматься спортом, чтобы быть здоровым. Пошли на беговую дорожку. Ну, с этим я согласен. Ладно, пошли на беговую дорожку. У нас здесь бегает дорожка. Охренеть. Вот это поворот. Видимо, нужно клацать на пробел. Я буду самым быстрым. Да? А. Эээ! Я должен быть самым быстрым. Давай, вырываемся вперед. Даже быстрее, свинки Пеппы. Мы унизим эту грязную свинью. Вперед, дети. А ну не отвлекай меня. Я побеждаю. Я победитель по жизни. Это все из-за крутой кепки. Определенно. Почему они такие мыльные, а? Заметили, что чуваков мыли слева. А твой друг такой быстрый? Да, это я, если что. Да, обращайтесь. А почему они все время обращаются к свинке Пеппи? Почему они не обращаются ко мне? Вот дали бы имя моему персонажу и называли его хотя бы как-нибудь. Да вы почти на финише. Ой, боже мой. И почему меня отбрасывает на полметра назад? Я должен победить. Надеюсь, мне дадут за это какую-нибудь вкусняшку. Или я не знаю, что они выдают. Кубки всем выдадут. Финиш. Давайте я угадаю. Победили все. Поздравляю. Да, конечно. Вы все отлично поработали. Победил я. Вы все сегодня заслужили награду. Правда? Я самый крутой. Замечательный. Я ненавижу свинку Пеппу. Она меня искриминирует. Ты что, охренела? Еще самая первая кубок схватила. Думаешь? Думаете, самые умные здесь? Моя очередь. Теперь я бегу. Педро? Какой Педро? Какой Педро? Почему ты моего имени не знаешь? А? Вот всех ты по имени называешь? И ты можешь. Да? Она такая. Да, ты тоже подойди, возьми. Ей стоило бы вот просто говорить. Вот-вот Педро, Пеппа. Отлично. Ты как тебя там? Надеюсь, мы все сегодня поняли. Как важен спорт. Нет, не поняли. Ты ничего не объяснила. Просто заставила нас бегать. О, конечно. Бегать можно всегда. Бегать это весело. Лучше за хреней я бы назвал эту игру. Там один просто до упадут. Все до упадут. Вся маршрутка лежала. Бегать каждый день. Нет. Нет. Ладно, отлично. Поразвлекались. Поехали домой. Надеюсь, мне не придется общаться с этими животными опять. И почему мама так странно смотрит на Батяню, а? Она такая. Ты знаешь, куда едешь вообще, а? Пирогу помнишь? Батянь. Ты там салат наготовил. Оставил мне? Так, мы приехали домой. Наконец-таки я смогу достать гребаному Джорджу гребаного динозавра. Он ждет уже полчаса этого динозавра. Да я в курсе, что это такое. Ее, мы дома? У меня, кстати говоря, своего дома нет. Дома? Да ладно. Пойдем Батяню попросим достать гребаного динозавра. Батяня, требуется помощь. Давай поздороваемся. У тебя что, крыша поехала? Мы с ним виделись две минуты назад. Мы с ним в машине только что ехали. У тебя провалы в памяти? Привет, Пепа. Вижу у тебя новый динозавр. Ты что, дебил? Ты меня только что вез в садик. Еще раз здравствуйте. Какой здравствуйте? Мне помощь нужна. Сын потерял игрушку. Нужно игрушку достать. Ты высокий. Хамон. Давай привезти моих бабушку. Да нужно динозавра достать. Какая бабушка с дедушкой? Куда, туда. Боже ты мой. Ладно, погнали к бабушке и дедушке. Но тут динозавр исчез. Самое время валяться в говне. Давай вместе теперь. Оу, еееееееее. Замечательно. Вот это кайфовая игра. 10 из 10. Так. Какие еще хайповые вещи здесь будут происходить? Опачки. Интересно, сколько часов здесь геймплея? Сколько серий я буду это проходить? 5 однокнопочная игра. Потрясающе. А, нет, я могу еще ходить. Ого! И все сбросилось. А что тут маманя делает? Ты же вроде читала. Ты мне хочешь объяснить, как пользоваться воздушным змеем? Ой, я прыгать могу. Это я крутой. Ладно, погнали к дедуле и бабуле. Посмотрим, какие квесты они нам выдадут. Правда, здесь не нужно выполнять квесты. Всем вообще насрать. Дом бабушки и дедушки. Сейчас они нам произнесут, что это. Да? Дом бабушки и дедушки. И еще должен мужик произнести, что это дом бабушки и дедушки. А то вдруг я глухой. Это дом моих бабушки и дедушки. А, ну спасибо второй раз. Да, напомнила. Дедушка всегда в своем саду. А бабушка заботится о курочках. Это дом бабушки и дедушки. Как раз они повторяют это, а? Видимо, это для людей, у которых такие же провалы в памяти, как у свинки Пеппы. Я по-другому это объяснить не могу. Могу яблоко собрать? Нет, не могу. И ты сказала, что дед в саду. Где? Где здесь? Нет, я хочу в дом. Попугай. Повторяет все, что ты делаешь. Попробуй прыгнуть или издать звук. Ну-ка, давай. Да не надо ничего набирать. Ты все равно забудешь об этом через 30 секунд. Можешь забить вообще. И что, не повторяет? А, нет, повторяет, кстати. А ну-ка. А как звуки издавать? Петушара! Ну-ка. Здравствуйте, миссис Курочка. Как поживаете? Рада тебя видеть, Пеппа. А, я вижу, ты не одна. Привет. Привет, я правда разговаривать не умею. Ты не видела здесь Курочку? Да, бабушка. Бабушка, она только что под твоими ногами была. Это никуда не годится. Пеппа, вы не поможете мне найти пропавших Курочек? Да, я мастер в поисках. Вряд ли они далеко. О, только что нашел динозавра. Да, конечно, бабушка. Мы их найдем. Скобочках нет. Кажется, бабушкины Курочки покинули свой курочек. Давай, ты поможешь мне вернуть? Вот в это сейчас в Стиме играют тысячи людей. Там отзывы хорошие. О, еще одна Курочка. Как ее поймать? Поймал Курочку. Погнали к Бабусе. Бабуся, а где Бабуся? Нужно в тачку все это погрузить. Так, куда все это деть? Бабка, наверное, где-то тут. Я не понимаю, где Бабуля. Бабуля, я нашел Курицу. Бабуля. Нет, тут дедуля. Дедуля, ты не видел Бабулю? Туда. 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 Ладно, погнали туда. Может быть, там Бабуля? Нет, тут огромная куча навоза. Ты хочешь, чтобы я засунул курицу в говно? Пеппа, ты ненавидишь животных, я так понимаю. А почему курицы не умеют разговаривать? О, Бабуль, держи. Осталось только две курочки. Ты серьезно? Я должен туда-сюда ходить с какими-то курицами? Мне что делать по-твоему больше нечего? У меня огромное количество заданий. Заданий бродить туда-сюда, испачкаться в говне, засунуть курицу твою в говно, возможно. Кажется, одной курочки не хватает. А можешь повторить еще четыре раза, а то я только с пятого раза понимаю, я тупой. Ладно, я знаю, где последняя курица, а я могу стащить тыкву или клубники захавать. Вот почему здесь нельзя шалить? Вот мне очень этого не хватает. Чтобы нас еще за это как-нибудь ругали или говорили что-то мемное. Ладно, я принесу тебе три курицы. Ты мне в обмен должна дать что-то очень крутое. Иначе вся механика, густовая, рушится. Вы должны делать что-то в игре, чтобы вам за это что-то давали. А ну-ка. Вот и последнее. Все курочки в целости и сохранности благодаря тебе. Кэш, бабуль, кэш. Да, вот он подозрительно смотрит. Где бабки, бабуля? Че это я так приключил? А, вот вы где. Да, мы тут с курицами играем. Куда вы нас повели? Я еще не наигрался с курицами. Они привезли нас домой. За что вообще? Почему я сплю со свинкой Пеппой? Это место Джорджа. Там динозавры нарисованы. А где Джордж? Куда вы... Куда вы дели мелкого? Какой кошмар! Они избавились от Джорджа! И от игрушки с динозавром. Видимо, он их окончательно задолбал. Все. Первый день мы пережили. Ужасно. Это просто ужасно. Они куда-то дели мелкого. Надеюсь, мы его еще увидим. И реально, кстати говоря, мои рисунки здесь появляются. Вон там моя ракета. Прикольно. Где мелкий? Я переживаю за него больше всех. Он самый больной на голову. Вечно бегает со своими динозаврами. Привет. Да. Я даже не раздевался. Прям в кепке спал. Прикинь. Куда идем? Я думаю, что мы с тобой уже нагулялись. Я не вижу здесь нигде мелкого. А это значит, что скоро они избавятся и от меня. И от нее. И возможно от вас. Если вы до сих пор не поставили лайк и не подписались на мой канал. Увидимся.